Баланс по углероду у вас есть? Конечно! Сколько углерода из исходной оксида графена превращается в углерод, содержащий газ? Конечно! Так сколько? И соответствует ли это количеству кислорода? А я это самое... Тут, наверное, забыл вставить этот слайд. Короче говоря, мы делали баланс следующим образом. Мы берем навеску, все газовыделившиеся считаем, потом делаем элементный анализ. Мы считаем свои результаты по газовыделению и смотрим по элементному анализу. Совпадение до процентов. Так сколько? Вот если углерод в вашем исходной навеске оксида графена принять за 100%, сколько углерода остается после восстановления в самом восстановленном и сколько уходит с газами? Ну, я боюсь, что сейчас я так быстро не сутрою. Так его и много и уходит, действительно. Да. Потому что, и надо сказать, что вот гидрофен, он в этом случае, не очень хороший результат, гидрофеновый взрыв, потому что там очень много СО. Самое хорошее это СО2 и вода. Но не важно, важно ведь другое, что из структуры графена выливается углерод. Да, и это, так это же, это и было известно, всегда знал, еще, так сказать, брофеновый взрыв. Ну, вопрос вам, да, да. Возьмите, вы же моделируете там эпоксид или фенол. Попробуйте фенол восстановить гидрозином. Я не говорю, что фенол восстанавливается гидрозином. Так а как фенольные группы были же, боксид и графена? Ну, и что? И попробуйте эпоксид в основе, обычный эпоксид в основе. Вы на это пропустили, потому что 98% получается после отжига до 1000 градусов. Там уже гидроксид. Там уже нет. Но СО и СО2-то откуда у вас берется? Это же до этого. Вот это очень большой вопрос. А, вот это тогда молчу. Это группа. Все говорят, от 200 до 400 эпоксид распадается. При этом выделяется огромное количество СО и СО2. И как получить из эпоксида, извините, СО и СО2? Вы там писали модельные реакции на простейших ароматических соединениях. Там у вас было нарисовано. Вы попробуйте, вы возьмите фенол и попробуйте его гидрозином восстановить в каких-либо условиях. Вы никак не восстановите. Вы никак не восстановите. Так же, как и эпоксид. То есть, так же, как и любая гидроксидная группа не работает с эпоксидом. Там быть, значит, структура, которая нарисована для оксида графена, неверна. Там ароматических ваших групп и эпоксидов нет. Там другая форма нахождения кислорода. Ну, я же это не сам придумал. Я понимаю, вы взяли готовую формулу. Нет, нет, это люди с ХПС, они считают, что они все про структуру графеноксида знают. И они пишут, что 30 с лишним процентов этой эпоксиды гидроксиды. Я все знаю, я читал. Ну да. Но результаты ваши явно этому противоречат. Ну, у меня результаты, они на пальцах, и они физически понятны. А те результаты получаются в результате, как это, СМИ, проглотившей слона. Ни из какой ароматики, ни из какой полиароматики, ни СО, ни СО2, вы никогда не получите. Вот, это очевидно. Вы говорили о механизме взрывного восстановления. А что можно сказать о критической точке, когда начинается это восстановление? Это что? Какая конструкция? Спасибо, спасибо. Хороший вопрос. Я понимаю, что, конечно, все зависит от того, каково количество гидрозина. И насколько доступны функциональные группы. Мы использовали леофильно высушенный графитоксид. Можно вас в кино попросить? Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.